Хей-хей! Всем привет на крутых поворотах! Это с вами Кэт 98, виска 100, которая... Сегодня у нас такой классный денечек! Солнышко вообще! Вы знаете, весной запахло! И я хотела вас взять с собой, прокатиться по крутым дорожкам, но ничего не приготовила к этому. В общем, фотобрат только что нашла сейчас на полу, вернее, мою камеру на телефоне. Никакой крепеж не сделала. Одной рукой веду, другой рукой держу камеру. Так что извиняйте. Но вот хочу вам передать немножечко солнышка пенсильванского, немножечко моего хорошего настроения. И может быть, кому-то сейчас грустно, кто сидит один дома. Вот я вас виртуально беру с собою прокатиться. Смотрите, у нас церковь какая на углу. Между прочим, здесь в Америке на каждом углу стоят церкушки и разных вероисповеданий. И католические, и баптистские какие-то, и протестантские. В общем, на любой вкус и цвет. Здесь, вы знаете, да, у нас свобода религии, поэтому очень много разных заведений, и еврейских, и арабских. И, в принципе, все живут мирно и дружно. Никто не ругается. Вот. А я сегодня выехала прокатиться, вы знаете. Вот вам говорю, сама себе еды не куплю. Иногда у детей молока нету, но зато еду покупать еду для моего любимого Наполеосика Бонапартовича, тот, который мопс. Я уже где-то говорила, что у него пошла безумная-безумная аллергия на его еду сухую, и я решила перевести его на домашнее питание. Только какое-то такое неаллергичное мяско в виде индейки. Я давала рис, потом мне сказали, что рис не есть хорошо, и теперь я буду только делать мясо и овощи. И вот сейчас вот я ездила, купила шпинат, купила сладкую картошку. Это вот говорят, что можно и хорошо давать собакам. Вчера мне подружка сказала, вы знаете, вчера мне подружка сказала, что морковку нельзя, если аллергия, потому что морковка красная. Но и sweet potato, да, сладкая картошка, которая здесь популярна в Америке, и которую даже рекомендуют ветеринары собакам и кошкам, она тоже красная. И вот у меня теперь дилемма, может, она тоже будет аллергичная, не знаю. Но вы слышали, да, что простую обыкновенный картофель не разрешают животным кушать, а красный картофель разрешает. Вот смотрите, у нас большой-большой центр здесь. Вот видите, да, коричневый такой. Там у нас и спортивные залы, бассейны, и различные медицинские офисы. Десять в одном. Там всякие специалисты. Вот когда у меня дети совершенно недавно ломали руки-ноги, я их сюда возила к специалистам. Мой малой в прошлом году сломал руку, пока мы были на векейшене, в отпуске на океане. А мой старший повредил тоже руку, когда играл в баскетбол. Вот. Ну и все, я вот туда вот еду, к своей плазе, в магазин, еще покупать больше овощей, замороженных. Сейчас я купила свежих, буду покупать замороженных. Так что вы мне, пожалуйста, напишите, напишите, кто чем кормит собачек своих. Ну вот у нас цены на мясо, пожалуйста. 2,19 за паунд. Ну это какое-то уже замаринованное, формированное. Это все свинина. Пожалуйста, 3,29 за паунд. Паунд это полкило, грубо говоря. Так, ну это я ничего не покупаю. Свинину мы не особо жалуем. Не знаю почему, как-то она нас не идет. Ну вот такой кусочек, 6,23, пожалуйста. 6,23 доллара. Как вам такое, такие цены? Ничего? Ну вот, так, пошлите по овощам. По овощам пошлите. Вот наши овощи. Ну, конечно, они не подходят. Овощи, фрукты не подходят на полиосику. 2,99. Вот такой вот пакет. И здесь почти 2 килограмма. Ананасы дорогие сегодня. 2 за 5. Это дорого. Так, яблоки. 3,49. Тоже дороговато. Можно точно такой же пакет купить за 1,50. Ну вот такие вот у нас сладости. Фруктовые. Так, ну и что? Опять я не удержалась. Купила еще один пакет шпината. Потому что, говорят, собачкам хорошо шпинат. Ну и я, вы знаете, когда делаю котлеты, пытаюсь шпинат спрятать в котлеты, чтобы мои домочадцы тоже поели. Вот такая вот упаковка у нас 1,99. Стоить. Вот, не знаю, сколько она по весу здесь у нас. 227 грамм. Ну, немного. Потом вот это вот у нас селлари. Стоит 1,50. Вот такие вот я сняки покупаю. За 99 центов. Мой малой очень обожает. Это, знаете, как кукурудные такие палочки у нас были. Что-то наподобие не напоминает, только с сыром. У нас сладкие были. А не с сыром. Так, и вот это вот. Вот это вот я купила себе любимый. Я это дело люблю. Я это дело на завтрак люблю. Такая вот кашка, да, у нас геркулесовая. С яблочками и синнамоном. И без сахара. Вот что мне нравится. Без сахара я сама могу добавить, что мне надо. Обычно я добавляю или мед, ну или чуть-чуть абсолютно сахара, потому что здесь они очень много всего добавляют и сладостей. Знаете, здесь очень они переслащивают. Вот такая вот у нас упаковочка. Здесь я 24 грамма. 99 центов тоже. Ну, пошли теперь к заморозке. К заморозке пошлите. Вот такой вот у нас магазин. Пошлите. Так, вы знаете, ничего я не нашла, кроме вот этого. Это у нас здесь разные венчики и морковка. Но это, я думаю, для себя, потому что я слышала, что бобовые, фасоль собакам нельзя. А это все-таки относится, мне кажется, к бобовым, да? Вот эти вот штучки. Так что это, думаю, для себя, любимый. Я это дело люблю. Зелененькие. Так, ну и, наверное, на этом сегодня мы закончим наше похождение. Так, никого нет в магазине. Я практически одна. Но теперь уже время до дома. Спасибо, что вы были со мною. Всем хорошего дня и веселого настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok